Дорогие друзья, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео. Для меня это очень важно. Шоу «Голос. Дети» известно своими уникальными талантами. Туда приходят дети с потрясающими голосами, а песни, которые они исполняют, порой заставляют плакать весь зал. Совсем не детская харизма и артистизм удивляют и восхищают. Но главное решение в шоу принимают судьи, которые смогут повернуться к участнику во время слепых прослушиваний. Надо сказать, что участники «Голоса» очень талантливы. Однако на проекты иногда приходят совершенно уникальные дети. Одна из таких – Олеся Мошейко. Олеся необычный ребенок, она родилась полностью слепой. Подобный диагноз для маленькой девочки просто ужасен. Он ограничивает мир малышки и лишает ее многих радостей. Но родители Олеси не отчаялись и решили сделать все для ее развития. В том числе дать вокальное образование, ведь девочке с раннего возраста нравилось петь. Для детей с подобными особенностями развития очень цена поддержка родителей. Радует, что родные маленькой певицы поддерживают ее во всех начинаниях и помогают ей развиваться. На шоу «Голос. Дети» Олеся попала не случайно. Услышав о песенном конкурсе, она загорелась идеей выступить на сцене. Родители же охотно поддержали инициативу дочери. Для прослушивания девочка выбрала композицию «Грею счастье» российской исполнительницы «Елки». Подобный выбор довольно символичен, учитывая особенности девочки и смысл песни. Прослушивание прошло довольно удачно. Несмотря на то, что повернулся только Валерия Меладзе, девочка была очень рада. Ее чистый голосок заставил многих зрителей в зале вытирать слезы. А именитый продюсер предложил Олесе занять место артиста в его лейбле. А строчки из песни «Глаза мои завязаны, но я все вижу» заставили многих людей в зрительном зале заплакать, ведь Олеся полностью слепа. Девочка была очень рада пройти прослушивание. И хоть она не видела ничего, эмоции переполняли ее сердце. Она совершила большой прорыв в собственной жизни, который сделал ее счастливой. Выступление же Олесе стало очень популярным и набрало более 15 миллионов просмотров. А еще Олесе удалось пройти в финал шоу. Давайте же посмотрим, как сложилась жизнь девочки после шоу. Интересно узнать, как она сейчас живет. На данный момент популярность девочки в социальных сетях не так высока. На личную страницу инстаграм-артистки подписано всего 3000 человек. Но это далеко не главное. Гораздо важнее творчество Олесе. А вот им она как раз очень активно и занимается. Юная артистка активно участвует в различных песенных конкурсах. Недавно она взяла гран-при российского соревнования «Новая волна». Также она принимает активное участие в других конкурсах, завоевывая новые награды. Такая активность не может не радовать. И пусть популярность артистки в социальных сетях не так высока, но зато ее профессиональные успехи как певицы довольно большие. Чего не скажешь о массе других более популярных участников проекта. Еще одним достижением для Олеси стал пост радиоведущей, который она недавно заняла. Подобные успехи не могут не радовать ее поклонников. В целом жизнь девочки после проекта сложилась удачно. Радует то, что она не забросила карьеру певицы и продолжает совершенствоваться, радуя своих фанатов новыми достижениями. Надеюсь, мы еще раз увидим маленькую звездочку на большой сцене.